Все отлично. Мне вчера в личку... Так, солнышко у нас здесь. Как-нибудь есть-то? Мне вчера в личку написали, что ты такая лохматая, причесалась бы. Вот, ребят, я причесалась. Мне это бесполезно. Должен же быть хоть кто-то лохматый, это буду я. Так, давайте, ребят. Сейчас я буду... Мы закончили. Я начну отвечать на вопросы. Так. Да, вот, молодцы. Всякие ссылочки поскидывали. Так, ну, смотрите, вопросов уже почти нет. Ребят, все, что касаемо по 21 дню. Постоянно скидываются вот такие вот портянки в чат, я не знаю, как их назвать. И там есть активные ссылки, вы по этим активным ссылкам переходите, и все вас выкидывает либо на оплату там, либо еще на что-то. То есть, все это есть. Если какие-то вопросы, пишите в личку, потому что здесь я не всегда вижу. Запись, пожалуйста, включите. Да-да-да, я включила, девочки, спасибо. Ага. Вопрос был, до какого времени оплатить. Оплатить нужно будет до конца этого дня. У нас сегодня с вами третий день, до конца этого дня. И спрашивали, когда будет следующий марафон такой подобный. Но я понимаю, что вот такой марафон сейчас вот 21 день. 21 день я практически больше вообще ничем не занимаюсь. То есть, у меня уходит совсем немножко времени. Там либо какие-то экстренные консультации, либо еще у меня будет глубокий марафон психологический на 7 дней. Вот, поэтому я думаю, что это будет не чаще, чем раз в полгода. Вот, следующий такой подобный марафон мы сделаем где-то через полгода. Вот. Светлана, добрый вечер. Добрый день. Добрый. Непонятно, да, как оплачивать, куда оплачивать в ПЭПО. Я вам там тоже написала. А я еще не все посмотрела. Там реквизиты какие. Кому, что, куда, там же и не телефон, и ничего нету. На карточке-то мне не можно. Из-за рубежа, конечно. Я поняла, да. В личку вы мне написали. Я просто не успела еще все, всю личку проверить, потому что у меня, вот это только у меня личные высвечиваются. У меня, если вы видите, 243 сообщения еще. Я их не успела разобрать. Я где-то с пяти утра разбираю, вот, и пока еще я дойду до вас. В течение, после эфира, в течение часа я вам отвечу на этот вопрос. Благодарю. Так, после долгих каскадов на автономных днях вес снизился ниже минимального значения. Набирать удается только на варенке, и это запеченная картошка, батат, либо каши из амаранта или финоа. Так, если идти на 21 день марафона, можно ли продолжать автономные дни с низким весом, или можно не заморачиваться? Светлана, какие будут рекомендации? Так, Олег, смотрите, во-первых, я еще раз повторю, все, что связано с весом, вес не касается питания. Не касается, поверьте мне, то, что идет снижение веса, это уходят те шлаки, шлаки у нас, они, как правило, задерживаются, остаются, укомплектовываются у нас на каких-либо отложениях, на каких-либо вводах. По-другому это не будет, и поэтому, когда у нас выходят шлаки, мы теряем, изначально мы теряем максимум своего веса, максимальный. Но потом он набирается. И здесь такой момент, что если вы себя чувствуете хорошо, то это одно. Если у вас жуткая слабость, если вы понимаете, что с вашим организмом что-то не в порядке, вы продолжительное время себя чувствуете не так, как бы вам хотелось, то здесь уже нужно смотреть. Здесь нужно смотреть, что вам нужно сделать. Что вам нужно сделать с физикой? Что вам нужно сделать с психикой? Что вам нужно, как откорректировать свое питание? Здесь очень всего много. Но я еще раз говорю, я была в определенный момент, была очень худенькая. То есть я не скажу, что я стройная была, просто я была, у меня там были в пакете костей ложечка крови. Но состояние мое физически и психологически, оно было максимально комфортное для меня. И поэтому я за это не парилась. Парились все окружающие, кто меня видел. Да, такое было, но я понимала, что я вышла, я начала жить. Поэтому как вы себя чувствуете? Это общие показатели веса, которые у нас общеприняты, это понятно. Общепринятые стандарты, это понятно. Как вы себя чувствуете? Готовы ли вы идти дальше? Потому что 21 день марафона, это не будет 21 день голодовки, ребят. 21 день, там у нас будут психологические проработки, каких-то обычных состояний. Почему я не могу выйти на сухие дни? Что такое сухие дни? Что происходит с органами, если выходить через силу? Потому что бывает такое, что органы, мы себя можем просто убить чрезмерными выходами на сухие дни. У меня есть эфир, называется он «Почки умирают молча». Мы можем пережечь почки на сухих днях. Мы можем атрофировать поджелудочную железу, желудок. У нас может развиться тахикардия. Здесь же очень много моментов. И я вас не пугаю, а я вас призываю обратить на всё это внимание. И когда я вам это рассказываю, 21 день это будут разговоры про это. Да, конечно, у нас там будет выход на сухие дни, но он будет с чистками, он будет с пояснениями, что мы делаем, для чего, что будет происходить в вашем организме внутри, чтобы у вас было понимание, чтобы у вас был не страх, чтобы вы не на страхе себя куда-то тащили, не на аскезе, не на том, что вот он может, значит, и я смогу. Ни в коем случае, ни на этом. Только на понимании своего физического тела. Это очень важно. И 21 день это будет наша проработка. Наша проработка. Это не будет просто мы вышли, и друг друга там поддерживают. Ты не ешь, и я не ем. Давай вместе мы будем не есть. И там с какими-нибудь лозунгами 21 день пойдём. Вообще не про это. Это будет всё в лёгкости, и будет всё в информативном поле. Ребят, в чате нет вопросов. Мне очень приятно. Давайте, задавайте здесь. Вопрос можно? Да. Похудела, значит, ну скинула лишнее всего. Я писала вот 18, да? Сейчас за эти два дня, ну килограмм с лишним скинула. Ну у меня и так лицо повисло. 67 лет мне. Вот. Есть ли у вас какие-то фишки, может, советы, чтобы лицо... И руки у меня, правда, тоже повисли. Хотя я занимаюсь цигун. Быстрые руки там делаю, упражнения всякие делаю. Хожу каждый день. Вот. А есть ли у вас, может быть, есть какие рекомендации именно по лицу? Так, сейчас, ребят, я ещё вам приведу одну штучку, чтобы у вас было уже наглядно, и покажу некоторые моменты. Спасибо за внимание. Это не только для обвисшей кожи, а это еще и для тонуса кожи. Смотрите, вот у меня вот такое вот, вот видите, просто на кофемолке перемолоты кедровые шишки. Можно кофе, кто хочет кофейный запах, но мне очень нравится вот это вот после кедровых шишек, что остается на коже. То есть смотрите, распариваете тело, кому как удобно, кто-то в душе, кто-то в бане, если есть возможность такая, кто-то в ванной. Распариваете кожу, чтобы ее хорошенечко распарить, можно недорогую купить соль для ванны, чтобы она была максимально без примесей. Туда, в эту ванну, если в ванной полежать, в ванне вот эту вот кожу распарить. Потом делаете себе вот такой вот самый простой самостоятельный скраб. Либо шишечки какие-то размалываете, либо, если нравятся там какие-то травы, веточки. Ну, чтобы он был вот, то есть крупинки, не в пыль, конечно же, да. Вот здесь вот видно, что у меня вот крупиночки прям такие. И потом в этой же ванне, потому что оно все сыпется, и на лицо, и на тело вот это вот намазываете. На мокрое тело оно хорошо. Можете добавить какого-нибудь маслица, любого, чтобы оно лучше. И потом берете вот такие вот щетки натуральные. Они продаются везде и очень много. Они есть и в интернет-магазинах, Озон, Вэлберес, есть там, я не знаю, магнит-косметик, везде. Они всякие разные, натуральные щетки, они стоят недорого, они стоят до 500 рублей, если я не ошибаюсь. От 160 до 500 рублей. И очень-очень хорошо. То есть я раньше долго не покупала вот эту щетку, думала, так я всю кожу сдержу ей. Думаю, у меня такая кожа, думаю, я вообще без кожи останусь. Не бойтесь. Вот этой щеточкой потом, после того, как вы вот это нанесли, ей очень хорошо все прям, как сказать, ну, в общем, вот этой щеткой все-все-все. Она за счет этой ручки, она и спину удобна там у кого, кто не достает между руками. И, ну, лицо я ей не делаю, конечно же, лицо хватает просто вот этим вот скрабом самодельным, и все. Вот этим вот хорошо-хорошо, в течение 15 минут минимум все тело растираете, оно должно гореть. А потом смываете. И я вас уверяю, что вам даже потом ни маслом, ничем не нужно будет намазаться, потому что вот эти вот масла, которые есть, они настолько отдают сразу же в кожу. Ну, кто кофе любит? У меня вот девочки кофе себе делали еще. Кофе тоже тонизируют. И очень хорошо вы уже после первого раза увидите, как подтягивается кожа за счет того, что она, за счет того, что вы ее распарили и растерли очень сильно, вот, за счет того, что она получила определенную композицию масел, того размолотого компонента, который у вас. И на утро вы просто будете чувствовать, что как она, вот, как она, она прямо как стягивается. Ну, и, конечно же, физические упражнения. Вот. Но этот способ мне понравился больше всего, потому что, почему понравился больше всего, потому что я очень долго отрицала вот эти вот счетки. Мне казалось, что это просто кошмар какой-то. Вот. Благодарю. Поняла. Ну, а я сказала, что лицо это просто вот этим скрабом можно распарить и просто скраб. Скраб делайте сами, ребят, постарайтесь все делать сами. Ну, и чтобы оно не отвисало, естественно, там же, вот в интернете очень много упражнений. Там показано, вы просто можете, даже не упражнение, вы можете просто посмотреть анатомию человека, где, какие мышцы прикреплены. То есть очень важно расслаблять вот эти вот жевательные мышцы. Жевательные мышцы, они дают, что лицо у нас начинает стекать вниз. Поэтому их расслабляйте, то есть открываете рот хорошо. И вот здесь вот находите вот эти вот точки, они прям болевые, и их очень хорошо массируете. И очень хорошо расслабляется эта мышца. Потом очень важно, мы же, почему у нас еще вот, у нас вот эти вот мышцы, они стягиваются на шее и тоже тянут лицо. Вот. И мы их начинаем вытягивать. И все знают, да, вот эти вот мышцы молодости. То есть вот здесь вот она идет, вот эта вот мышца молодости. Ее хорошенечко прорабатываем. И с этой стороны мышца молодости тоже вот она вот такая вот идет. Видите? Ее тоже очень хорошо прорабатываем. Все, прорабатываете, и оно у вас постепенно поднимается обратно в верх. Личко. Еще какие вопросы? Здравствуйте, и всем тоже здравствуйте. У меня чисто организационный вопрос по группе «Касание вечности-21». Люди приходят с разными, часто противоположными запросами и с разными уровнями навыков общения. Можно ли вот создать отдельный канал с информацией только от вас, чтобы как-то вот сделать атмосферу более доброжелательной и продуктивной? У нас, смотрите, у нас будет там идет канал закрытый. Поэтому в канале я выкладываю только, информация будет только от меня. Другой информации там не будет. И вы можете, если вы хотите общаться в этом канале, то под видео, либо под какими-нибудь моими постами вы можете общаться. Кто не хочет общаться, те просто смотрят информацию. А вопрос задаю потому, что кому-то не хочется получать информацию, помимо вашей, скажем так. Все, можете просто не общаться. В этот прикрепленный канал можете не заходить, а смотреть просто вот это вот эфиры смотреть, присутствовать на эфирах. И смотреть только то, что скидываю я. Я правильно понимаю, именно в закрепах то, что смотрите все, чтобы не раздражались на кажущейся информации? Есть каналы, есть чаты. Вот здесь вот у нас с вами чат. Поэтому здесь все вместе. А есть канал. Вот сейчас я вам покажу, например, канал. Канал тоже касания вечности. Есть канал, где куда я скидываю эфиры. Эфиры. И там никто не добавлен. Но. Вот он будет выглядеть вот так. Смотрите, здесь. Вот у вас вот здесь только моя информация. Только моя. Вы ее смотрите. Все информационные моменты только мои. Если вы хотите пообщаться, то вы просто вот сюда вот прокомментировать, нажимаете и там общаетесь. Если не хотите общаться, то просто смотрите вот этот канал. Все. Отлично. Марафон не 7 февраля, а 5 февраля на 7 дней он будет. Есть возможность попасть, да. Конечно. Точно так же пишите. Так, еще вопрос. Светлана, у меня есть вопросик. Мне 33. Я не ем животный белок уже достаточно давно. Тело стройное, но вот бедра у меня держат объем и немного жировой объем внизу животика. Может, вы можете прокомментировать, почему так тело держит. Я уже много чего перепробовала, а как-то не получается убрать. Ну, во-первых, очень хорошо убирается тренировками. Тренировками убирается массажем, лимфодренажным массажем. И очень хорошее упражнение. Оно доступно абсолютно всем в любое время, у кого есть пол, либо асфальт. Просто ложитесь и знаете, как мы в детстве с горы катались. Ложимся вот так вот и с горы катаемся. Только руки не прижимаете к бедрам. Ложитесь и катаетесь по комнате в одну сторону, в другую сторону. Очень сильно пробивает, пробивает вот как раз все вот это вот бедра, попу. Очень хорошо пробивает. Вот. А что касаемо животика, поносите корсет. Это у вас просто растянутые мышцы, как она вот называется, диастаз этот вот, да. Вот. Он когда у нас разъезжает, особенно часто бывает у девочек после рождения ребенка. Вот. И поэтому появляется животик вроде худенькая, животик есть. Это первый момент. И второй момент, конечно же, осанка. Если у вас осанка, если вы чувствуете, что с осанкой немножечко что-то не то, то животик он будет в любом случае. Есть различные корсеты для осанки. Они есть разные, удобные. Закажите несколько, например, на Велберис, да. И вы можете прям выбрать, какой вам будет удобен. Почему я все время говорю Велберис? Потому что, ну как ни крути, оно получается там все равно дешевле. Хотите, можете в аптеках, в ортопедических аптеках, по-моему, они продаются. Животик – это в первую очередь осанка. Вот. А бедра вы можете вот покататься, просто ложиться и кататься. Так. Про вред кофе обещали рассказать. А я про кофе рассказывала уже в каком-то эфире, что это психологическая зацепка. И кофе – это же что? Это же стимулятор. И в первую очередь диуретик, да. Он стимулирует, получается, у нас почки. И когда мы пьем, например, кофе там раз в неделю, раз в месяц кто-то пьет. Вот я как-то никогда не была любителем кофе. Поэтому вот на себе я особо не испытала это. То бывает такое, что вы либо сразу же по-маленькому, либо по-большому максимально быстро сходите после кофе. То есть он хороший стимулятор. Но если вы его пьете постоянно, то надпочечники аттракируются. И вы можете довести свое тело до такого, что если вы с утра не выпьете теплой, очень теплой воды стакан, то вы даже по-маленькому сходить не сможете. Будет вплоть до такой отечности. И эта отечность из нас почечников очень быстро перерастет на сердце. Вот что такое кофе. Дикая тошнота после утренней антипаразитарки. Как избавиться от тошноты? Ну, во-первых, попробуйте либо лимоном заесть долькой лимона, либо долькой огурца положить под язык. Вот. И еще, ребят, если вы на сухих днях будете выходить самостоятельно на сухие дни, и у вас очень сильный будет запах изо рта, вы понимаете, что вам как-то не очень комфортно, вы можете положить одну дольку огурца под язык, и он все вот это вот неприятный запах, он весь уберет. Вот. Либо, еще как вариант, можете гвоздику порассасывать. Вот. Она тоже помогает от тошноты. Посмотрите, что вам подойдет. Так, Светлана, когда я сделала себе намерение пойти на 21, то у меня пошел зажор. Я малоеда. Здесь словно степи соревалась. Это психологическое? Да, конечно. Конечно, психологическое. Это, вы знаете, начинается впрок. Это то же самое, что, о, я завтра выхожу на сухие, вот завтра я иду на марафон, завтра я иду это, значит, сегодня я могу наесться. И это очень часто срабатывает. Это срабатывает же у нас паттернное поведение нескольких поколений. Это же не только ваше. Вот перед тем, как это, нужно вот это. Вот перед тем, как то, нужно вот то. Вот. И мы все время пытаемся впрок. Но если вы поймете, что впрок это невозможно, ничего сделать впрок, абсолютно невозможно. Вот у меня собака есть, да, и иногда бывает такое, что иногда не хочется гулять. Но если я с ней погуляю, например, вечером, буду гулять не там не 15 минут, не 30 минут, а 2 часа, и вот она мне уже будет говорить, все, давай, Света, пошли домой, я уже домой хочу, не могу. Я с ней пойду домой, и поверьте, утром она меня все равно разбудит, потому что ей нужно будет идти гулять. Она мне все равно скажет, что нужно собираться идти гулять. Сколько бы я с ней вечером не гуляла, не бывает впрок. Это мы сами себя обманываем, причем мы это видим же на маленьких каких-то моментах. То есть начался зажор, мы раз увидели, потому что зажор нам не нравится. Но на большом спектре нашей жизни мы этого не замечаем, потому что нам кажется, это норма. А так как мы это не замечаем, нам кажется, это норма, то мы и в дальнейшем вот это паттернное поведение выкладываем на каждый слой своих действий. И здесь он у вас просто проявился, и вы его заметили, потому что вам это неприятно. А скорее всего в жизни у многих идет вот это вот, что впрок, вот это вот впрок. То есть вот это вот мне не особо нужно, но я даже не в том дело, даже не куплю, но посмотрю. То есть мы всегда тратим свое драгоценное время на то, что нам не нужно. И если вот вы заведете себе тетрадочку какую-нибудь и просто распишите в день все, что вы делаете, причем не просто делаете, а, например, посмотреть что-то, почитать то, что как бы вот мне вот это не нужно, но я почитаю, вдруг когда-нибудь понадобится, вы про это забудете. Но тем не менее, если вы распишите вот каждое-каждое свое действие, то вы увидите, что минимум 30% вы тратите на то, что вам вообще не нужно, вы просто это потратили, это время. А тратим мы это время для чего? Не просто же так, а тратим мы это время, потому что вот у нас есть на нашем глубоком, глубинном подсознании, у нас есть всегда, что мы идем на познавание себя, то есть мы же каждый день новые, и каждый день мы можем получать знания новые. То есть мы можем расширяться и каждый день получать новые знания, новые знания других вселенных. И чтобы не идти к познанию себя, вот эти 30%, чтобы не тратить на познание себя, мы тратим на всякую ерунду, потому что если мы сюда не будем тратить, то нам придется познавать себя, а это не всегда приятно. Светуль, можно вопросик? Вот два дня принимаю гинкобилоба, да, начала принимать, и голова тяжелая, почему-то какая-то тяжелая, она не болит, но она тяжелая, и вот даже утром сегодня сейчас встала, и все равно я чувствую немножко, она все равно тяжелая, у меня такого не было. Ощущение, что вот после гинка. Да, есть такое. Смотрите, что происходит. Гинкобилоба, она укрепляет сосуды, и за счет того, что укрепляет сосуды, то есть у нас, смотрите, у нас вот есть сосуд, да, и по нему вот бежит кровоток, вот, и он у нас вот такой вот там, то есть вяленький, так скажем, да, вот, и чтобы у нас не было ни инсультов, ничего, у нас же и кровь становится из-за этого гуще, и поэтому потихонечку начинает, вот оно потихоньку, потихоньку начинает течь. Когда мы принимаем определенную травму, в нашем случае гинкобилоба, да, у нас укрепляются вот эти вот стеночки, укрепляются, и кровь, она немножко разжижается, она начинает быстрее. И вот здесь вот эти вот капиллярчики, которые отходят, которые спаяны, сплеены, они начинают пробиваться. Когда они начинают пробиваться, представляете, у вас вот эта вот пробивка, какая идет в голове, в теле она особо не чувствуется, потому что мы же все время что-то делаем, а в голове вот это вот пробивание идет, вот этих вот микрокапилляров, у вас там целый взрыв идет. Ну, точно супер. Да, попейте дня четыре, сделайте перерывчик, потом еще. Спасибо, Света. Так, правда, что на сухих телах становится гибким? Да, правда, вода задерживает, вода сковывает наши сухожилия, я бы так сказала. А на сухих днях, чем больше мы освобождаемся от воды, тем гибче становится тело. Не пейте тогда, зачем пить, что не нравится? Саш, тут немножечко вопрос-то в другом, тут не совсем про то, что не нравится. Здесь же, если не нравится, то мы можем вообще себя не исследовать, да, потому что нравится нам, по большому счету, только лежать, и если бы нам кто-то еще приносил не стакан воды, а какую-нибудь вкусную еду, то вот это бы нравилось. Вот, а здесь же больше вопрос, наверное, идет, вот как ты себя, почему у тебя это происходит? Исследовать себя? Мы же исследователи, мы же дальше идем. Что с нами происходит? Что нужно нам подкорректировать? Куда идти дальше, чтобы еще больше расширяться? Вот в этом вопрос. А чего появляется хруст суставов? Хруст суставов появляется чаще всего от минеральных солей, которые у нас задерживаются от различной еды, от минеральной соли, у нас задерживаются в суставах, еще и от того, то есть мы дышим этим, у нас через кожу проходит, это не обязательно только через еду, вот, от этого всего тоже есть, но я вам могу сказать, что хруст, он на сухих днях через какое-то время тоже проходит. Без соли квашеная не очень она, хотя попробуйте, думаю, что если так, это понятно, Саша, кому-то ответил. А как грудь подтянуть? Ну, грудь подтянуть, если... Вообще, это же вот эта молочная железа, она вокруг молочной железы получается вот эта вот мышца, да, и она такая достаточно слабенькая, и основная мышца, она идет вот здесь, вот она, вот здесь вот, и ее подтянуть, насколько это уже возможно подтянуть, можно только лишь упражнениями на грудную мышцу, то есть это отжимание, это, если в зал ходить, то вот эта вот штучка там разная, то есть все, что касаемо на грудь. Другим способом, как ее подтянуть, я не знаю, но тут же опять же подтянуть, понятие такое относительно, есть девочки, у которых там что-то немножко можно подкорректировать, да, а есть, которые там кормили детей, как я, да, пять лет, и если там сильно покорить, похудели, то там подтягивать бывает нечего, бывает просто висит две тряпочки и подтягивать нечего, то просто, но если хотите, можете сделать себе грудь там силикон, да, или что там делают, вот, либо вот в таком вот состоянии быть, но если вы будете практиковать, если вы будете практиковать сухие дни, все-таки не просто для здоровья, а если вы захотите идти дальше, то мне кажется, ну, это лично мое мнение, что все, что вшито в вас не ваше, будет иметь отторжение, вплоть до того, что психологическое отторжение, может быть, физиологически там не будет какого-то дискомфорта, а вот психологически что-то будет, но это мое мнение, вот, поэтому больше про грудь нечего, сколько дней нужно пить, полынь с куркумой, пьем две недели, потом перерыв, потом сами думаете, будете продолжать пить или нет, так, если прана, яму правильно делать, то это приведет к автономии, усы во рту и носу начнут играть сами по себе без еды, я не знаю, я не делала прану, яму, попробуйте, если у вас получится, вы нам расскажете, вот, правда не знаю, а начался дичайший зуд по всему телу, в таких днях и продолжается после, в чем причина, о, это очень часто бывает зуд, да, просто, это же, все, что у нас, у нас на коже очень много паразитов, очень много грибов, прям, они кишат, вот, и эта реакция организма, такая идет, она, очень хорошо, вот этот зуд снимается, после того, как вы приняли душ, в аптеках продается масло чайного дерева, вот это вот масло чайного дерева, оно отлично снимает зуд, вот, именно зуд снимает, и еще можете добавить в свой рацион попить просто лавровый лист, заваривать лаврушечку, либо себе заварите какую-нибудь такую ядреную лаврушку и полежите в ванной, и в первом, или в первом-втором эфире я про лаврушку рассказывала, еще как можно сделать, вот, посмотрите, сложно от соли отказаться, от сахара отказалась, но как пробовать надо, или на холейную переходить, ну, где ее купить, соль, она и есть соль, я все-таки думаю, что без разницы, какая соль, от соли сложнее отказаться, чем от сахара, это действительно так, и, знаете, я смотрю, что многие говорят, что, например, сладость, сахар, какие-нибудь там плюшки вкусные, это все, что связано с детством, да, а я все же, наверное, склоняюсь к тому, что вот я чувствую, что когда человек не может, убрать соль, это как раз связано, вот это связано с детством, это связано с бабушками, это связано с толениями, которые бабушки делают, и это связано с родом, соль, поэтому от соли очень сложно отказаться, вы как будто держитесь, держитесь в том состоянии, боясь куда-то как бы выпасть, чтобы мало ли там не забыться от рода, это внутреннее состояние, которое вы отконтролировать не можете, и с ним тоже нужно работать, потому что от соли действительно сложнее отказаться, чем от сахара, скажи, а ты делаешь силовые упражнения с весом? Да, я делаю сейчас, Светлана, куркума с лимоном пьется очень тяжело, очень кисло, можно ли убрать лимон или хотя бы уменьшить его объем? Можно, да, смотрите, можно убрать, регулируйте под себя, я же вам сказала, как бы, базу общую, а вы уже под себя там смотрите, что вам удобнее, что комфортнее, да. Светлана, а можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, как можно уменьшить выработку желудочного сока, то есть у меня именно из-за этого проблема, если бы не было этой проблемы, я бы легко пошла на 21 день, у меня с желудочным соком такая проблема, что вырабатывается очень много, допустим, на пятый день голода, у меня бывает рвота, мне было очень плохо, у меня была рвота, три раза подряд, там совсем мало выходит, там, ну что там, не знаю, несколько ложек, но они очень кислые, дерет очень сильно, и желудок очень сильно болит, мне очень плохо, а вот рвота произошла, то есть кислота вышла, и мне сразу легче. Вот сейчас у меня, я выходила, голодала 13 дней, но у меня до сих пор, я вышла уже два дня, да, у меня до сих пор желудок побаливает, то есть кислота выходит. У меня до этого, может быть, еще есть страх, что из-за этой кислоты, что у меня, когда мы маму потеряли, у меня была язва 12-перстной кишки, и тогда я долго выходила, ну я просто, я таблетки не пила, я просто очень мало ела, овсянку чуть-чуть несоленую, и все. Я потом из этого вышла, и я вышла потом на сыроедение, у меня несколько лет было сыроедение, было так легче, а вот голодать не получается, проблема все в желудочном соке, очень сильно болит желудок, спать не могу, ничего не могу, бывает вообще ничего не говорить, ни делать не могу, прям вот вырвет меня вот эта кислота, и все, у меня как, я нормальная, то есть я могу все делать, я человек снова, вот как это сделать так, чтобы у меня не было выработки этого желудочного сока? Ну, во-первых, упражнение лягушка, у нас даже в чате где-то скидывали, ребята, как оно делается, его делать нужно несколько раз в день, она очень хорошо помнит. Ну, оно же делается буквально по минутке, по две делается, ну, не знаю, вот я иногда его делала по 10 раз, по 15 раз в день, то есть оно же не вредное. То есть я делала один-два раза до этого, я знала про упражнения, мне не помогло, я подумала, что оно мне не сработало. И нужно очень хорошо почистить печень, то есть вот этот вот желудочный сок, почему? Потому что желчные оттоки, они закупорены, и получается, что вот эта вот желчь, когда начинает вот как бы проходить, она с собой вот, она же через желудок вся идет. И вот это вот рвотное, это как раз вот с примесью желчи идет. Если печень почистите хорошенечко, то вот этого не будет. Желчи не было, у меня было всего один раз, когда я пыталась по марве огоня горькие травы пить, желчи входило, желтое горькое. А так у меня рвет просто кислое, очень-очень кислое что-то, и один раз даже с кровью было. И все. А вы вообще желудок не проверяли? Потому что это же все равно нужно смотреть. Ну вот у меня когда, тогда еще когда я сейчас не в России, а когда я в России была, то есть я в военно-медицинскую академию ходила, я глотала вот эту вот штучку, как она называется. Да, 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 поняла. Тогда я тоже ничего не ела, у меня была кислота до того, что зубы вот я просто полоскала соды, потому что я уже переживала, что зубы могла потерять. И тогда мне профессор военно-медицинской академии попросил глотнуть. Я глотнула, он сказал, что у меня было две с половиной, ну две-три язвочки, двенадцатиперстные, не желудка. Вот. А в желудке он удивился, он сказал, у тебя там кислоты много. Он говорит, ничего не ешь. Я говорю, там уже больше недели, он говорит, видно, что там ничего нет, у тебя одна кислота, просто огромное количество кислоты очень-очень-очень много. Это то, что он мне сказал. Вот. Ну, во-первых, попробуй попить, попить травку, господи, как она, мяты, мяты легонькую такую травку. И сейчас вот пойдет дикоров, я просто не знаю, где ты живешь. И попробуй найти у себя вот дикоров, какой-нибудь такой вот сныть, вот это вот, и сделать зеленые коктейли, попить зеленые коктейли. Зеленые коктейли очень хорошо убирают вот эту вот кислотность. То есть можно зеленые коктейли, а сейчас можно, допустим, с купленными травами, там петрушка, всякие такие вот. Можно, но они как бы, они минут, процентов на 30 будут, наверное, вот так вот. Но можно с ними, да, если нет сейчас возможности. А так вообще выхолото, вплоть до того, что там, если нет возможности, часто там ездить в какой-нибудь лес, еще что-то, где их можно нарвать, то, ну, заморозить на крайний случай. Но они больше эффекта дадут. И делать их, например, не с фруктами, не с какими-нибудь, а, например, с авокадо. С авокадо. Хорошо. А можно, получается, там не нужно идти вот на голодание, или все-таки нужно сначала решить эту проблему, а потом... У нас в 21 дне не обязательно будет голодание, то есть там будут ребята, которые пойдут на голодание, ну, наверное, 98% пойдут на лечебное голодание, насколько там, что мы будем прорабатывать, но там же будут еще психологические аспекты, это уже важнее. Поняла. Хорошо, спасибо большое. Если пойти на сухое само, что попить перед сухими траву? Хочу на сухом выйти на гибкость. Руслана, есть чат у нас, называется школа автономии, и там ребята делятся только своим опытом, но, ребят, очень внимательно, потому что мы там в закрепах, есть вся информация, в закрепах есть информация, как заходить на сухие дни, что пить, в каких пропорциях, как это делать, как выходить из сухих дней, там все это есть, но единственное, там у нас уже порядка, наверное, тысячи человек забаненных ребят, потому что скидывают какую-то информацию из Ютуба, говорят, а вот мой сосед вот это, или там еще что-то, мы без предупреждения баним, то есть все взрослые люди, если есть чат только для общения, для передачи своего опыта, то это и есть для передачи своего опыта, именно поэтому этот чат у нас не превращается в помойку, но там уже больше тысячи человек у нас забаненных, и есть отличные ребята, очень умные, с хорошим опытом, но которые вот все-таки немножечко не так себя ведут, как нам бы хотелось в этом чате, поэтому никакой информации туда сторонней не скидываем, мы все разумные люди, кому нужно будет, те с огромным удовольствием посмотрят все на Ютубе, найдут, а если у кого-то какую-то информацию хочется, вы же все можете друг другу в личку написать, пожалуйста, вот, поэтому переходи, Руслана, прикрепляйся сюда, туда, подписывайся, и там в закрепах есть вся информация, ты их просто листай, так, главное, вопросы, приязаве, желудка, 12 перс, так, зарпусован, и конкретики, и после времени, так, какие рекомендации, ну, по СМС, я не дам рекомендации, то есть, это нужно в любом случае общаться, по одной СМС, какие рекомендации, вот, я дала рекомендации, это зеленые коктейли, вот, и во второй половине дня это мята, мята, она успокаивает хорошо, скажите, пожалуйста, печень, только тюбажами имеет смысл чистить, или есть более мягкие чистки, я только через магнезию, через полынь чистила, и ребятам предлагаю, потому что есть очень жесткие чистки, мне они не очень нравятся, я сегодня только почистил, первый раз по морицу, не знаю, а как зачать ребенка без секса, ну, Марат, это не тема этого эфира, есть, нет, это не есть методы, а есть, так скажем, каст, каст, наверное, грубо сказано, есть люди, мы, мы есть разные, вот, и это не так давно к нам пришло, что мы начинаем детей через секс, вообще изначально, изначально были более глубинные возможности сделать друг другу что-то приятное, это далеко не секс, секс, это поверхностно, наверное, такое, ланчка, психологическая проработка, это что, у меня подсознательное обжорство, наверное, с голодом связано, только в этой жизни я с голода не умирала, психологическая проработка, это вытаскиваем, почему, как бы, ну, она и есть, мы вытаскиваем, почему это обжорство, почему оно бывает, то есть там же очень много всего, это социум нам навязывает, это фильмы нам навязывает, когда вы сможете видеть, например, 25-е кадры, то там даже в фильмах бывает вставлено, особенно в военных фильмах сейчас, если раньше они шли, если у кого-то, я видела просто, мне показывали на пленке, там шел просто военный фильм, да, а сейчас, которые военные фильмы крутят, там вставляют 25-й кадр, что голод это плохо, голод это смерть, худоба это смерть, там, и вот это вот, то есть это все, вот мы смотрим то, что мы даже не понимаем, мы очень много видим, думаем, что мы смотрим одно, а в голове у нас откладывается абсолютно другое, ссылочку на канал, сейчас я пришлю ссылочку на канал, ребят, задавайте вопросы, задавайте вопросики, и мы сегодня с вами в 16.30, Светлана, здравствуйте, у меня вопрос, насколько вот этот марафон на 21 день совместим с марафоном, который будет 5-го числа, имеете в виду, идти на оба? Они совместимы, они будут разные, то есть, с которым будет 7-го числа, он будет психологически проработка каждого участника, и будем рассказывать там, вообще о других вещах, они не особо будут связаны с питанием, это, ну это дальше, чем питание, а 21 день, это именно как оздоровление, почему, что, как, это уже про другое, это уже про физику, про нашу. Ну, то есть, если идти на оба, то как бы, не будет такого, что качество одного пострадает от участия в другом, я в этом плане, насколько они вывозимы, параллельно. Но они разные будут, как я, там, там разная информация будет, одно это, как бы, я не смешиваю одно с другим, здесь мы будем разговаривать о том, что, что с нашим организмом происходит, мы будем выходить на сухие дни совместно, мы будем заниматься спортом, а там больше будет психологических моментов, что происходит с нами, что происходит там, как это отражается, что такое род, почему мы через род это берем, что такое род наш, который там распиарен и так, а мы его не видим и не слышим, почему мы его не видим и не слышим, то есть, ну, они как бы разные, сама, сама прими решение, как тебе, насколько ты готова. Поняла вас, спасибо. Спасибо. Простите, пожалуйста, а вот этот вот марафон по психологии с 7 числа, где можно о нем подробнее почитать, он вообще платный, как это? Он, да, он платный, он будет 5 числа, 7 дней он будет длиться, 5 числа, 5 февраля. В топлинке можно почитать, я скинем его, тоже в чат сюда ссылочку, топлинка, и там можно будет почитать. Вчера говорили о креме для губ, скажите, как называется, или ссылочка, где можно купить. все, не случится. Так, это не крем для губ, это вообще, это вообще крем, он для много чего, а вы уже, я его просто для губ применяю. Если у ребят какие-то ссадины сильные, синяки я убираю, если какой-то зуд сильный, если мы куда-то поехали на природу, я его с собой беру, потому что он от зуда очень хорошо, моментально снимает. Вот, то есть для таких моментов, для всех. Я сейчас, сейчас я ищу, вот оно. Сейчас я скину в чат. во сколько утром можно начинать физподготовку, велопробег? Смотрите по-разному. У меня нет какого-то прям расписания. Я могу в 5 утра выехать, а могу по дому все поделать и в 12 поехать. То есть я вот утром просто там у меня гости еще были, они уехали, сходила с собакой погуляла, там немножечко поработала, и сейчас с вами закончу, и тогда уже буду заниматься физикой. То есть так, когда вы хотите, когда вам приятно это делать, делайте так. У всех же еще видите разные, разные, кто-то работает, например, там на каком-то производстве, нет возможности, все равно под себя смотрите. А спортом, мне кажется, можно заниматься круглосуточно, то есть нет такого, что вот после этого времени нельзя заниматься. По крайней мере, я не чувствую, что я не вижу, даже вот в спортзале смотрю на ребят, велосипедистов смотрю, я не вижу, когда они занимаются спортом, что у них какая-то идет темный свет, энергетический темный свет, я этого не вижу. Поэтому я все-таки думаю, что, наверное, спортом именно тогда, когда хочется, когда приятно. Но и бывает, что иногда не хочется, но немножечко нужно себя заставить. Иди, капай. Иди. Понятно. Так, Светлана, скажите, пожалуйста, почему трескаются сосуды на пальцах рук? Сосуды на пальцах рук, но, во-первых, это нужно смотреть, у вас, скорее всего, дистония, да, но сосуды на пальцах рук, это, если мы говорим о психологическом моменте, давайте я в физиологию не лезу, я не знаю ваших анализов, не знаю ваш образ жизни, а если психологические моменты, то сосуды на пальцах рук, это то, что вы не принимаете от этого мира, то, что вы не берете, не про отдачу сейчас говорится, а именно не берете, вы не можете взять, взять какие-то моменты, то есть если вам что-то, если что-то видите такое более обширное, более глобальное, то вы готовы это рассмотреть и принять в свою жизнь. А если что-то вот мелкое такое, то вы считаете, что это неважно, это необязательно, без этого я проживу, без этого я обойдусь, и вы игнорируете это из своей жизни. Вот как-то так. Оплачивать, куда? Я вот не могу найти, куда платить. Напиши в личку, пожалуйста, я тебе скину. Я заходила в личку, но там нету это, как сообщение писать почему-то у меня. А где-то я тебя не вижу. Напиши вот сейчас, напиши сейчас в чат, и я тебе в личку напишу. Горячую воду с лимоном лучше перед утренней пробежкой или после. Если вы на стадии восстановления физического тела, то перед пробежкой у вас запустится, у вас печень просто будет вычищаться колоссально. А если вы уже достаточно чувствуете себя чистым, то тогда можно сначала сделать физику, а потом себя поблагодарить и уже попить вот это. Но не всегда хочется пить после этого. Вот еще какая-то китайская чудо-массия сделали. Можно ли заниматься спортом или при езде на велосипеде слушать лекции? Или нужно умом быть именно в процессе? И я при занятии... Я не всегда в тишине езжу. Мне иногда хочется что-нибудь послушать. Смотрите сами. Кипяченая вода мертвая. Ее пить хорошо, когда горло болит, хотя провинничное лучше. Так, понимаешь язык животных? Я не могу сказать, что я понимаю язык животных, но... Я, наверное, больше скажу, что... Ну вот если вот я прихожу куда-нибудь там к знакомым, да, и у них, например, там есть... Ну вот такой вот пример банальный, там, например, кошка, которая никому не идет. Вот. Она обязательно придет, там ко мне ляжет. Вот такое есть. Собаки на меня не... Ну, чаще всего не лаят. То есть там на всех лаят, то как бы... Вот такое вот есть. Бывает, что... Вот мы с детьми стояли, там... Просто на меня раз, две белки села. То есть вот такое вот бывает. Но чтобы я прямо слышала, о чем они говорят, такого нет. Есть какое-то вот внутреннее... Внутренняя благость к ним есть, а слышать нет, я не слышу. Но я могу сказать, что я грибы, я их вообще слышу. Вот грибы, это такие шумные. Ребята, это вообще просто. Зариночка, выключи, пожалуйста, микрофон или спрашивай, задавай вопрос. Светлана, можно уточняющий вопрос еще? Ага. Скажите, пожалуйста, вот когда я голодала, я пробовала, но потом я побоялась, у меня страх возник. Когда я пью просто горячую воду, я читала, так можно, и гасить соды, и пить, потом из меня выходит шипучка, но, видать, сода реагирует с кислотой и выходит шипучка. Я так делала, помогает на короткое время, потом опять возникает. Я вот не знаю, можно так делать или все-таки не стоит так делать. Я уже говорила в каком-то эфире, вот когда я начала видеть то, что происходит в организме человека, и когда я вижу, когда он пьет соду, я бы не стала пить соду, потому что там такой вулкан происходит, мне жалко внутренние органы, поэтому принимайте решение сами. Многие ее хвалят, многие там в восторге. Если нравится, пожалуйста, но я бы не стала пить соду, я ее не пила. Я, наверное, неправильно сказала. Пить ее у меня не хочется, потому что, когда я на сыроедении потом узнала, у меня было внутреннее отторжение, я не хотела пить, хотя тоже слышала хваленое острое. Я делала следующее, я пила соду, и потом вызывала рвоту, и мне становилось легче, то есть это просто, чтобы вызвать рвоту, чтобы не так кисло выходило и желудку как-то помочь. То есть это не совсем, наверное, пить, я не знаю. Вот так можно делать? Слушайте, но есть такие моменты, когда рвота лучше вызывает рвоту, иногда бывает действительно хорошо, но лучше сделать очень-очень слабую, очень-очень легкую марганцовую воду. Марганцовую воду? Да, и тогда она вас еще как бы продезинфицирует хорошенечко, и вот этой вот кислоты со временем не будет. Только очень-очень легенькую такое. Какого цвета? У меня как раз есть марганцовка. Чтобы она была нежно-нежно-розовенькая, прям нежно-розовенькая. Ее выпить, и потом вызвать рвоту, и это нормально будет. Да, да. Огромное-огромное спасибо. Благодарю. Только, да, только ее нужно будет выпить где-то не меньше литра, чтобы она вышла обязательно вся. Поняла. И вызвать рвоту несколько раз, чтобы она вся вышла, да? Да, да. Благодарю. Спасибо большое. Возрастные пигментации на руках в лице предполагаемые все по причине. Так, как... Сейчас, секунду, чтобы не потерять. Пигментация на руках, это у нас идет... Пигментация на руках, она идет возрастная, не психологическая. Это именно наше состояние организма выходит, потому что если организм чистый, пигментации не будет. И когда вы почиститесь, когда вы перейдете на другое питание, вы увидите, что пигментация, она проходит. Прямо у ребят сильно проходит пигментация. Так, Светлана, можно ли заменить динамические упражнения по причине болезни на эндометрические? По причине болезни, конечно, можно, ребят. Конечно, можно. Самое главное, что запустить процесс внутри себя, чтобы запустить вашу психологическую, вот эту вот нотку, что вы занимаете, что вы уделяете себе время. Это очень важный момент. Вы можете... Кто не может, то есть у меня же были и колясочники люди. Кто не может, они просто вот сидели там и вот какие-то танцы были. Но в день обязательно это нужно делать. Это не столько даже... Для кого физика противопоказана по каким-либо причинам на данный момент, потому что вы всегда можете из этого выйти из состояния. То у вас будет пунктик для самого себя, что вы это делаете, что вы уделяете себе и в этом аспекте вы выделяете себе времени. Это очень важно. Это очень важно для себя, чтобы вы психологически это понимали. Светик, вопрос такой. Как ты относишься к каскаду 1-1? И как долго это можно делать? И кому? И вообще надо ли такое? Я отношусь очень хорошо. Я... У меня прям был календарь в свое время. Это было, наверное, лет 5 назад. Больше 7 лет назад. И я прям вот каскадила несколько месяцев. Но я преклоняюсь перед теми людьми, которые умеют каскадить. Я каскадчик такой была. То есть когда я выходила с каскада, то есть я там делала... Я так ездила день через день, потом 2 через 2, 3 через 3. Так я доходила до 7. 7 через 7. Вот. И когда я не ела, у меня и воды не было. То есть у меня был вот такой вот сухой каскад. Но когда я ела, ребят, я ела все, что не приколочено. Потому что я знала, что вот я сегодня же поем, а потом я не буду опять есть. И у меня одно время было прямо очень тяжело, потому что у меня он то раздувается, то туда, то туда. Вот. И я посадила немножечко себе желудок в тот момент. Вот. Но есть ребята, которые очень корректно это делают. То они, например, когда кушают, они прям кушают столько, сколько им нужно. А потом выходят на каскад. И так можно, если вы корректно это делаете, если вы не переедаете, так можно вообще всю жизнь жить. Всю жизнь. Вы можете есть не каждый день. Но если вы кушаете только столько и только тогда, когда вам хочется. Это идеально. Я не такая была. Я не могла сдерживаться. Я прям, если ела, то прям, чтобы уж ух, наверняка. Поэтому смотрите, если вы умеете сдерживать, и сюда. Ходьба на пятках. А можно танцевать на пятках? Можно и танцевать на пятках, да. У меня сегодня ребята как раз это делали. А на пятках очень больно ходить. И вообще вся стопа болит, особенно в обуви. Хорошо, что больно ходить. Продолжай ходить. Если вся стопа болит. Смотрите, ребята, вообще очень хорошее упражнение. У меня дети его делают регулярно. Ну, сейчас они его не делают, потому что мы живем у моря, и там камушки. Мы очень часто там гуляем босиком. Если нет у кого-то возможности пойти по камушкам, еще что-то, возьмите какую-нибудь большую коробку. Можно таз, можно коробку. И туда на сыпке где-нибудь найдите разных там либо камушков, либо я тогда маленький делал. Я покупала там горох. Я покупала... Вот просто в пачках, которые варить нужно. Горох, потом фасоль покупала я, пшонку покупала. Кукурузу я покупала, такую крупную. И все вот это вот высыпала я в эту коробку, смешивала, и они у меня там ходили, вот такой вот массажик делали. Если стопы, ног болят, обязательно это делайте. Обязательно либо по земле ходите, либо по камушкам ходите. И вот такой вот импровизированный массаж делайте. И тоже не меньше 15 минут в день. Все, что вы делаете меньше 15 минут в день, это у нас не идет в клеточную память, в мышечную память. И обувь, смотрите, ребят. Обувь не стесняйтесь менять. Я вообще хожу очень... Максимальное количество времени, если я хожу на улице, я хожу в проксах. Вы, наверное, все видели, что это такие резиновые, огромные, широченные тапки, которые абсолютно некрасивые. Вот. Но для меня они удобные. Поэтому выбирайте обязательно удобную обувь. Это очень важно. Все, что у вас идет от обуви, то есть все, что идет у вас от походки, от походки у вас полностью формируется спина, полностью формируется ваш позвоночник. Формирование вашего позвоночника отражается на вашем восприятии этой реальности. Отражается на восприятии этой реальности. Это говорит о том, что насколько вы эту реальность воспринимаете, насколько адекватно, можете ли вы идти в те моменты, которые не видны обычному глазу. То есть здесь очень большая цепочка. Да, ребят, кто хотел сказать? Я хотела спросить. Вот у меня то же самое, когда я... То есть я либо обжираюсь, либо ничего не ем и не пью. Как вы вышли из этого состояния? Ну, я-то вышла, потому что я не могла есть. Я уже умирала. А вообще мы будем это, ребят, проходить. Но мы будем это проходить. Если вы чувствуете, что у вас совсем плохо, блин, ну приезжайте, ребят, на ретрит, но не будете вы после ретрита переедать. Там же уже другие энергии. Не можете приехать на ретрит, но подключайтесь к какому-нибудь марафону. Возьмите помощь того человека, который вам резонирует, и с ним пройдите эти моменты. Может быть, не с первого раза бывает, может быть, еще что-то. Но, как правило, очень-очень большие осознания все равно идут. Помогайте себе. Делайте для себя возможности, чтобы у вас всегда была возможность помочь себе что-то, купить какой-то курс. Как бы она... У меня не было возможности купить себе вот эти вот курсы, и курсов этих не было на тот момент. Но если бы они были, эти курсы, я бы нашла возможность, я бы быстрее пришла к определенным осознаниям, которые у меня есть сейчас. Я бы себе сэкономила очень много времени, здоровья, там, еще что-то. Вот. Это действительно так. Поэтому никогда на себе вот в этом смысле не экономить. Это все ваше. Ну, то есть это в основном чисто психологические, да, проблемы? Конечно. Конечно. Физика не хочет. Тело, но... Тело никогда не просит еды. Тело никогда не просит еды. Всегда просит еду через головы. Да, да. Благодарю. Как в одной секретной цепи Чингисхана... Так. Я рассказывала в эфире про чистку Чингисхана в каком-то из эфиров. Мне она не зашла, поэтому никак не отношусь. Давайте, ребята, еще парочку вопросов, и я побегу. А если позвоночник проседает от возраста, его можно вытянуть? И как как эта техника растяжки в воде? Можно вытянуть, но смотрите, во-первых, если вы в воде, то вам нужен будет помощник. Вот. Можно его дома вытянуть. очень аккуратно, вот есть сейчас очень много предложений вот по этим правилам, да, где руки, ноги там и начинают тебя тянуть и балансировать. Я один раз пробовала на этом правиле, но я могу сказать, ребят, так, что, наверное, оно как бы и неплохое, но мне оно не очень зашло. И после того, как я попробовала, через какое-то время я увидела, человек идет и хромает. Я говорю, а что ты хромаешь? Он такой спортивный, такой прям молодец. Он говорит, да, говорит, у меня, говорит, друг, и он занимается этим правилом что-то очень много лет. Вот. И говорит, мы что-то, говорит, начали, я ему говорю, давай. Ну, в общем, в результате порвали ему вот это вот сухожилие. на ноге. Я понимаю, что порвать можно сухожилие и какую-то травму просто, когда ты идешь по улице, еще что-то. Но все тренировки, которые зависят не от тебя, я их в своей жизни максимально убрала. То есть, я занимаюсь только, стараюсь заниматься только тем, что я могу себе сделать. Что я могу сама самостоятельно сделать. если мне начинают там тянуть что-то, давить что-то, то я стараюсь от этого отказаться, потому что все равно тот человек не сможет меня так прочувствовать. А я либо я ему доверяюсь, должна довериться, чтобы он прочувствовал, либо если я его не доверяю, то он это и не сделает. Вот, понимаете, какая ситуация. Поэтому можно найти и можно тянуть много разных упражнений, много всяких гимнастик. Вот это вот Марина Куклина, по-моему, преподает гимнастику Белояр, которую тоже многие хвалят. Я ни разу, правда, не видела ее, что это за гимнастика такая, правда, не знаю, но многие хвалят, говорят, что она даже лучше, чем там такие-то, такие-то. Не буду говорить, чем какие, чтобы не оскорблять кого-то там. Вот. Но попробуйте различные, различные гимнастики, потягушечки вот этих. Кто-то мне написал, что вот какая-то растяжка на резинках, она великолепна. Я пока забыла спросить, что за растяжка на резинках, и уже, конечно же, я никогда не найду, кто мне это писал. Вот. Вот ищите все, что вы можете найти, но я вам еще раз говорю, после того, как я вам рассказывала историю о женщине, которая в 90 лет решила жить, и с которой мы общались есть 130 лет, после этого, когда мне говорят, вот мне уже 60 лет, я думаю, боже мой, тебе, блин, только 60 лет, тебе только 70 лет исполнилось. Ну что ты, ты же можешь всю жизнь перевернуть. Поэтому я абсолютно уверена, что, блин, в любом возрасте можно это все поменять. Светлана, а вот конкретно про воде вы говорили что-то с гирями, потому что у меня была травма еще в детстве, мне такие вот сухие растяжки нельзя. Как-то вы говорили с гирями, оно может помягче для позвоночника. Вы найдите в своем городе при каждом бассейне есть какие-либо акваэробики, и они есть различные, то есть есть просто акваэробика, где, например, там, физически, а есть вот такие вот именно растяжки, акварастяжки всякие. По бассейнам позвоните, походите, и узнаете, при каждом бассейне это все равно есть. Сейчас любой ценой пытаются пытаются как-то все это вытянуть, поэтому коммерческий аспект есть везде, иначе мы без этого просто не вытянем. Поэтому в любом бассейне есть такое вот, где есть бассейны, там есть везде. Сейчас очень много фитнес-центров больших строится, где есть небольшие бассейны, и там проводятся вот эти занятия. Просто прозвоните, проходите, и на любую акварастяжку идите, и все. Хорошо, спасибо большое. А можно добавить про растяжение позвоночника? Да, конечно. Я приобрел где-то полгода назад инерционный стол для дома, и я, и моя жена теперь сразу у нее сон стал хороший, у меня болище пропали в спине, вот, в поиске можно забить инерционный стол, и там будет и что это такое, и как этим пользоваться, и абсолютно безопасно, и самостоятельно. Вот, просто милое дело для растяжения вот этого позвоночника. А если есть возможность, скинь ссылочку в чат в общем наш. Ну, сейчас, я поищу, а что скину ссылку, инерционный стол, я могу свое видео как-то или что-то еще лучше, еще лучше, скинь свое видео, чтобы мы уже понимали, что это такое, от человека, который уже просто так не будет, ему же ничего, тебе же ничего не надо продать, ты уже просто скажешь то, что как-то пенсионеры, и вот просто решение многих вопросов сразу, у нее сон хорошо, у меня спина прошла, и вообще чувствуешь себя здоровее от нее, и безопасно. Отлично, будем ждать от тебя. Да, ребятки, давайте я буду заканчивать, потому что мне еще бежать надо, и мы с вами в 13. Света, оплата, оплата, как? Я тебе сейчас чуть-чуть все напишу, я тебе уже там написала. Все, давайте, ребят, все присоединяйтесь, кто хочет себя проработать более глубже, присоединяйтесь на 21 марафон, кто чувствует, что ему нужно психологически идти на другой этап создания себя, то уже на семидневный марафон, который будет 5 февраля, ну а кто хочет вообще полностью вылететь уже из этого мира, то, конечно же, на реприты я вас жду. Всем огромное спасибо, всех обнимаю, и всем до 16.30 по Москве. Пока. Пока, Светуль, спасибо. Спасибо.